Хотелось бы дать слово Александру Ломтеву, Александр Архитектор, член Союз Архитекторов. И занимается, в общем-то, всю свою профессиональную создательную жизнь с вопросами исторического наследия, охраны, реставрации и всего, что с этим связано. Александр, пожалуйста. Добрый вечер, всем спасибо, что вы дождались. А сколько у меня время? Ну, я думаю, минут 10. Постараюсь, постараюсь коротко, да. Ну, вчера были на экскурсии все, да, я думаю, посмотрели, что успели. Вот немножко расскажу о том, сколько у нас исторической застройки, какая она на слайдах, да. У нас, собственно, наш Ростов входит в пятерку, да, городов с на поле сохранившейся исторической застройкой до 1920 года. Можно следующий слайд. Дальше, что еще примечательно, количество жилых многоквартирных домов по крупным городам России, обратите внимание, с годом простройки до 1920 года, посмотрите, на каком месте стоит Ростов. Это жилые многоквартирные дома. Что из этого следует? Из этого следуют большие проблемы юридические с этими домами, когда мы приходим к вопросу о их приспособлении к современному использованию. Как только у нас дом аварийный в статусе жилого многоквартирного дома и есть желание отдать инвестору, появляется нерешенная до сих пор проблема юридическая, как из жилого многоквартирного дома сделать объект с другой функцией. Сколько, я думаю, лет, лет пять, наверное, этот вопрос поднимается, и пока он не решен. Можно следующий слайд. Если говорить об объектах культурного наследия, это именно поставленные в реестр 490, но сейчас уже чуть-чуть больше, потому что все время обновляется информация, 490 объектов культурного наследия, и постоянно идет процесс выявления, то есть городозащитники постоянно подают заявление о том, чтобы новые дома, новые здания признавали выявленные объектами культурного наследия. К сожалению, это единственный способ предотвратить сейчас эти здания. Можно срочно скажу? Если чуть-чуть подробнее, да, у нас, наверное, несколько месяцев назад информация, 368 ОГН внесенных в реестр, 122 здания это выявлено в ОГН. Также у нас есть с введением согласования проекта объединенной зоны охраны, у нас появились такие здания, которые называются «Ценные объекты историко-городосоветной среды». Их 671, 44 здания из них аварийные. В чем нюанс? Если до введения и согласования проекта объединенной зоны охраны существовал термин ИЦКФО, исторически ценные градоформирующие объекты, который был закоплен в ПЦ-73, как здания, которые попадают в охранную зону объекта культурного наследия и защищены от сноса. В этом проекте объединенной зоны охраны убрали эту формулировку, придумали местную формулировку ценные объекты историко-городосоветной среды. Их стало больше, потому что до этого предполагалось, что их было 200, но они были защищены от сноса, попадали в охранные зоны локальные. Сейчас их 671, но их нельзя сносить, только если они в идеальном состоянии. То есть, как только они становятся аварийными, есть такая формулировка, что разрешен снос последующего создания. И, собственно, ценное в этих объектах остается только фасад. Фасад и габариты по высоте. Сейчас уже готовятся первые сносы. Вопрос тем, кто должен обмерять, сделать проект по сносу, демонтажу и воссозданию, повисит. Потому что это отдельная работа, которая должна оплачиваться. И, ну, как бы большой процент аварийных зданий вообще, в принципе... Ну, кто вчера успел немножко походить, увидели, да? То есть и процедура признания аварийными непрозрачная. Сейчас идут суды, люди, некоторые не согласны с экспертизами, которые проходят. И некоторые объекты уже, которые вот были признаны ценными объектами из прогрессивной среды аварийной, они уже идут под снос. К сожалению, это то, что я прогнозировал, что это будет происходить, в каком виде их восстановят. У меня пессимистичные прогнозы, потому что я не видел ни одного грамотного воссоздания, пока еще в Ростове. Давайте следующий слайд. Это просто, чтобы мы поняли о том, где Ростов в контексте всего мира находится. Да, у нас в Ростовской области 10 тысяч объектов культурного наследия. Это если вот взять Ростовскую область. Обратите внимание, да, у нас Лондон, Москва, вот, и мы бы вот четенько стали между Лондоном и Москвой, если бы мы именно соревновались, как Ростовская область. Действительно, у нас есть что показать. Потенциал огромный, как области, так и города. Не учитывать это при развитии города. Я думаю, что это очень странная позиция. Мы не можем рассматривать город в вакууме. То есть у нас есть богатая история. И я убежден, что это направление, именно объекты культурного наследия, туристическая привлекательность, это то, что тоже дает импульс городу. И это не абуза, это возможности для развития города. То есть часто вот сегодня говорили о развитии. Для меня всегда вопрос, когда говорят комплексное развитие территории. У меня из этих трех слов понятно только третье. Это территория. Первые два. Очень вольные всегда формулировки. Все понимают по-разному развитию. И от города к городу формулировку о том, что такое развитие, нужно менять. В зависимости от того, что у него есть. Это уже про мастер-план. Чуть дальше. Это коротко о том, как у нас происходит реставрация исторической застройки. Слева до, справа после. И следующий слайд. Это чуть крупнее. Ну, тут засвечено. Но суть понятна. То есть элементы кирпичные заштукатурили, упростили. Растекловку заменили. Ну, в общем-то, все налицо, да? Идем дальше. Это проект объединенной зоны охраны. На момент сегодняшний день, который действует. Ну, коротко могу сказать, что, к сожалению, из этого проекта на финальном этапе пропали 60 кварталов исторической нахичеване. Это справа внизу. Также странным образом разрешили застраивать на береговой, прямо напротив объекта культурно-оследие Парамоновские склады, разрешили застраивать в парках, парк революции, парк черевички на здания высотой 10 метров. Капитальные, с формулировкой, если объекты не нарушают восприятие объектов культурно-оследия. То есть, если эти здания не нарушают восприятие объектов культурно-оследия. Мои замечания неоднократные, письменные, о том, что в этой формулировке пропущено слово «визуальное восприятие», и что в данной формулировке она абсолютно не рабочая, и никаких критериев о том, как измерять, нарушает какое-либо восприятие, осязательное, обонятельное, но другое, невозможно, ответов я не получил. Идем дальше. Смотрите, это как было, когда этот проект поступил на корректировку, и сейчас дальше. А это как стало. А еще раз было стало. Обратите внимание, что его порезали. А причин, почему из границ убрали территории, до сих пор не назвал никто, несмотря на то, что я не ократно письменно обращался. Идем дальше. Это мы посмотрим на Накичевань с разницей проект, который представляли апрель, май, ноябрь. Обратите внимание, что происходило с регламентами для исторической застройки, которая, как вы понимаете, за полгода не выросла. То есть историческая застройка не росла. Но регламенты для зон регулирования застройки почему-то начали у нас расти. 18, 24, да? Потом появилось еще 30, а потом на финальном этапе вообще час порталов исчезли. Ответов я тоже не получил. Историческая застройка стоит на месте, а регламенты растут и с каждым месяцем увеличиваются. Идем дальше. Ну, это чуть ближе, то же самое. 60 кварталов, вы видите, да? Зрительно, что произошло. Картина маслом. Это то самое место напротив Парамоновских складов. Объект культурного наследия. И наша прогулочная надежная. Тут немножко засвечено, но эта барша плывет под лом. Соответственно, что там можно поставить 10-метровое, чтобы оно не нарушало восприятие Парамоновских складов, я не знаю. Любой объект, который там будет стоять, он будет так или иначе мешать. А человек, который хочет посмотреть на объектуру наследия, когда я надеюсь, его восстановлю, и не только. И сейчас тоже. Идем дальше. Ну, это с другой стороны. Собственно, вот мы тут, вот мы с вами тут гуляем. Вот там где-то скоро появятся 10-метровые ларечки. Идем дальше. Ну, это я, чтобы не быть голословным, вам подчеркну, чтобы вы не думали, что я тут что-то прибавляю. То есть эти все формулировки внесены реально, и это не смешно, это реально. А именно эта сейчас работа идет, да, то есть по всем фактам вот таких формулировок, да, прокуратура города, области, генеральная, это все, да. Идем дальше. Это тот участок, который тоже исчез странным образом, с самого начала Садовой. И, чтобы вы понимали, это вот железнодорожный вокзал, пригородный, и первое же здание практически на Садовой, участок слева. То есть вы, если будете... Да, да, да. Соответственно, вы как бы стоите в створе нашей улицы исторической и наблюдаете там вдалеке объекты куртного наследия. И что здесь появится, это уже будет относиться только к регламентам ПЗЗ. По большому причине можно одна ремарка. Это место долгое время начинается с местом выхода на поверхность линии метрополитена. И именно по этой причине его не застраивали. Но когда мы отказались от метрополитена в пользу замечательного трамвая, и слева от вокзала появилась стенка, сегодня там жилой комплекс, и вот это место будет застраиваться. Что лишний раз подтверждает, что метрополитена в Ростове не будет никогда. Потому что найти более удачную трассу очень сложно. Извините, Александр Владимирович. Не, не, ну, да. Так что ждем появления там какой-нибудь 30-этажной свечечки. Так, идем дальше. Также, что еще произошло, это вот, чтобы вы видели, как выглядят кварталы, которые выбросили из проекта. То есть это не просто какие-то дома, там, ну, скажем так, которые даже на вид не имеют ценности. То есть это характерная застройка на Хичеване, год вы даже видите, да. То есть эти кварталы просто, ну, подвергли, скажем так, неминуемой в будущем. Эти территории будут постепенно выкупать и потом участками целыми, да, кварталами переводить в застройку высотную. К сожалению, вот так будет. Идем дальше. Да, да, да. Ну, это просто для сравнения, какие рекламенты тоже предложили. То есть часть рекламентов совершенно не соответствует застройке, которая там существует. То есть то, что в замечаниях мы писали, что данные рекламенты провоцируют доминантную застройку и не соответствуют существующим объектам, которые у нас веке. К сожалению, тоже это не было услышано. Да, то, что я сказал, ценные объекты и историю коррестительных следов можно сносить. И первое вот на подходе. Скоро их начнут сносить, что на их месте появится большой вопрос. Идем дальше. Это чтобы вы поняли, где что может возникнуть. Слева это областная администрация. Чуть дальше там контора Госбанка. И вот, собственно, 7-8 этажей на месте одноэтажных домов, которые, часть из них не имеют никакого статуса. Это сзади областная администрация. Да, да. Это перпендикулярно. То есть вот так идет Садовая. А, Садовая. А это Глобов. А это мы в Солнцево ставим. Садовая и Соколов. Да, это Соколов, да. Совершенно непонятно, почему тысячи с лишним зданий, которые мы отправляли с представителями разных общественных организаций, не включены, не получили никакого статуса. То есть, понимание, больше тысяч. Вот. Тысячи объектов. Вот они все разной там сохранности, разного масштаба. Но, тем не менее, их просто не включили. Идем дальше. У нас в городе работала комиссия по сохранению исторического облика при администрации. Я в этой комиссии тоже состою. Мы где-то, наверное, полгода собирались. И довольно много зданий рекомендовали к сохранению. Это здание, у которого снесли второй этаж и кровлю. В стиле модерн, который не так часто в Ростове встречается. К сожалению, несмотря на наши рекомендации, этот дом и другие дома снесли, не дожидаясь проекта объединенной зоны охраны. Несмотря на наши письма, комиссия носит рекомендательный характер. И поменять рекомендательный характер для этой комиссии политической воли нет ни у кого. Вот они основные причины, почему так происходит, если мы говорим об исторической застройке. Недостаточный мониторинг. Что я хочу сказать тоже, чтобы мы понимали. У нас функции мониторинга сейчас принадлежат комитету по охране. По федеральному закону 73-м, функция государственной охраны. Но по факту чаще жители просто сами начинают бить в колокола, присылать фотографии общественной организации и говорить «помогите, помогите». Чаще всего здания уже сносят, и комитет по охране просто потом дает предписание, а не маленький штраф. Дальше, ну все видно, да, недостаток финансирования, несовершенство законодательства, которое вот позволяет всему это происходить. Малогражданская активность. Ну что я могу сказать. Люди часто просто разочаровываются в том, что что-либо может помочь. То есть выученная беспомощь, это называется. То есть сто раз пробовал, сто первый уже не будет. Но я все-таки верю, что надо и сто первый раз попробовать, и найти единомышленников, и тогда все можно сделать, не сдаваться. Коррупционные схемы, связанные с получением разрешения, да, это то, что, ну, видно, что это происходит. Пассивная позиция органов охраны, они просто не успевают за вандализмом, который происходит. Кап-ремонты. Кап-ремонты отдельные, боль Ростова-на-Дону. Просто мы не успеваем даже реагировать, когда видим, как происходит капитальный ремонт на каком-то здании, а уже там все виды работ согласованы и даже поменять что-то местами, уже это огромная проблема. То есть делают эти кап-ремонты люди, ну, то есть фирмы, у которых только номинально есть некая лицензия, вот. И просто убивают, и в итоге историческое здание. Так, там что-то еще? Это, да не-не-не, правильно, правильно. Это, раз уж вот мы смотрели там про речной фасад, это то, из-за чего у нас происходит хаотическая застройка речного фасада. Это термины, которые создают правовую неопределенность. То есть у нас прописано, что у нас разрешено размещение доминантных объектов, при том, что есть ограничения в 20 метров. У нас допускается это размещение в рамках обогащения силуэта речного фасада. Чем обогащается, как речной фасад, нигде не прописано. Также при условии формирования единого архитектурно-художественного образа восприятие из ближних дальних рядовых точек. Они нигде не зафиксированы. В соответствии с утвержденной образцательной концепцией развития зоны композиционно-регулирующего фасада ее нет. Дальше. Принцип постепенного понижения этажности не прописан вообще. Застройщик делает одну ступенечку в 3 метра и говорит, а у нас же уступ, у нас же... Это же постепенное. Постепенное. Принцип соблюден. Дальше. Что такое прозор, да? Ориентирование объектов капитальной строительства просто узкой частью критик-дон в целях создания прозоров достройки панорамы. Не что такое прозор. Это 2 сантиметра или 20 метров. И какая связь между корпусом здания тоже этого нет. Поэтому... А это то, что построено благодаря этому ПЗЗ. Обратите внимание, вы видите прозор. А он есть. Да. Следующий слайд. Уже это здание, а есть отдельные ролики на этом. Покупайтесь, это прозор. А вот это узкая часть. Он повернут узкой частью критик-дон. Понимаете? То есть буквально просто все... Вот это памятник нашему ПЗЗ. Это больно, что он на дону, да. И, к сожалению, замечания вообще, которые были отправлены, где были перечислены все вот эти термины с правовой неопределенностью, когда на публичных слушаниях, когда добавляли новые территории из солнечного фасада, полностью их проигнорированы. То есть все было перечислено. Было перечислено, что у нас есть требования к законодателю, чтобы мы имели документ, который ясно трактуется и однозначно. Мне в ответе, собственно, написали, что эти замечания... Как это я забыл, как пишете? Нет, нецелесообразно, да, внести. Собственно, сейчас будет вопрос с прокуратурой города, области. Я думаю, что должна у нас поджиставать все-таки справедливо, здравый смысл, потому что мы сейчас уже видим часть зданий, которые получают разрешение прямо на набережной. 16 этажей гостиницы вот сейчас нам выдали. Мы увидели, что выдано разрешение строиться. То есть это все благодаря тому, что, видимо, просто невыгодно вносить уточняющие и вносящие ясность формулировки, чтобы иметь четкие потом критерии, чтобы можно было спарить. Поэтому мы получаем, к сожалению, вот такой речной фасад. И пока прогнозы мои пессимистичны по поводу будущего нашего речного фасада. Спасибо. А что с генеральным плачем? Спасибо большое. Александр, будут какие-то вопросы? Извините, что получилось пессимистично, но получилось как есть. Это больно. Во-первых, это правда. А, как выучила, такая серьезная, исследовательская, газозащитная, юридическая. В общем-то, во сколько единомышленников? Вы, у вас команда? Или вы тащите этот ВОЗ? Нет, я не один, я благодарен, что в Ростове есть единомышленники. Да, и мой фасад объединения. Да, и мой фасад, и горлес надзор где-то там, да. То есть это немножко сглаживает вот этот весь пессимистичный. Вот, такой, да. Наверное, ну, каких-то успехов, да, и первый раз я встретился с историей, когда горожане более-менее успешно пытаются работать с историческим наследием, это в Самаре. Да, скажите буквально два слов. У вас есть что-то, когда население, и вот активное население начинает, ну, звук две вещи, да, это Турзерфест. Ну, все знают, Турзерфест, да, конечно. Вот, и второе, это в Самаре люди, есть примеры, когда люди выкупают подобные дома многоквартирные, да, расселяют с трудом одну-две семьи и приспосабливают эти дома, потому что они небольшие по площади, на самом деле, да, они становятся частными, либо они могут теоретически, ну, дальше, да, сложности можно их сделать с арендными домами и так далее, и так далее, и так далее, да, можно там размещать культгарты, но вот вообще, как население относится к этому? Потому что, мне кажется, что основной проблем в том, что, ну, подавляющее большинство населения считают, что это все рухли, которые у нас есть, то есть, people have it, им нравится, им нравится. Да, им нравится. Ну, по поводу выкупа у нас программы, которые везде, ну, во многих городах работают, скажем, дом за рубль или там рубль за метр, они не работают. По причинам, которые от нас не зависят, обсуждается это уже несколько лет, и до сих пор нету ни одного примера, когда вы по этой программе думали, рубль что-либо трассит. Да, да, отсутствие юридической подготовленной базы для того, чтобы отдать это в частные руки. И это не двигательный процесс. На том, что вы можете прииграть, есть несколько десятков людей, в местных странах, которые закупаются немецкие особняки. У нас нету, нет ни одного еще примера, чтобы МКД перешел в частные руки и это прокурор, и нету. Это как есть, к сожалению. По поводу того, как люди относятся к тому, что происходит, ну, скажем, я опрашивал людей на улице, вот, но часть людей, они что сказали, если эти дома будут в объекте культурного наследия, будут в этом же состоянии, с пожарами, бомжами, то мы не хотим иметь такое соседство. Пусть лучше будет новое. Но если они будут восстановлены с другой функцией, то, конечно, это лучше, чем новое здание без истории. Поэтому этот вопрос, как бы, он из разных частей состоит, потому что люди видят то, что сейчас, и им то, что сейчас не нравится. Я не знаю ни одного человека из моего окружения, которым бы нравился ЖК Державинский. Нету таких. Но там квартиры же раскупаются. Раскупаются. Поэтому здесь настолько сложный вопрос, который мы поднимали до этого, о том, что есть план о сдаче жилья, и никто не прописывает, какого это жилья. И, кроме того, у нас, о том, что я говорил, у нас город не в вакууме. То есть мы по исторической застройке до 1920 года, вы видели, мы на третьем месте стоим, в стране. И в мире мы тоже не на последнем месте, если говорить о Росковской области. Как это можно игнорировать в планах по развитию, мне сложно понять. Но я точно знаю, что развитие исторического центра должно опираться на объекты культуры и наследия. И проект зоноохран должен был во главе угла ставить объекты культуры и наследия, их восприятие с разных видовых точек. В итоге практически все видовые точки нарушены, сделаны так, что на этих участках рядом могут появиться доминантные объекты, которые полностью, скажем так, уничтожат эти все видовые точки. Хотя все параметры о том, как должны разрабатываться проект зоноохран, они четко и ясно прописаны. Спасибо большое. Можно еще один вопрос? Нет, нет, мы не историческое поселение. А можно я вопросы пишу? Почему мы не историческое поселение? Мы не те, кто принимал решение. В Росковской области есть три исторических поселения, это Говорок, Азов и столица Старо-Черкасской. Региональные, исторические поселения регионального уровня у нас нет. Закон соответствующий региональный, мы не приняли в Росковской области. Скажите, у меня такой вопрос. У нас 30 марта было послание президента Федеральному собранию, где он поручил ослабить законодательство, аграрное для объектов культурного наследия. Вот как, на Ваш взгляд, сегодняшнее достаточно жесткое законодательство, оно принесет вообще пользу? Или, наоборот, создает такие условия, когда объекты начинают больше только приходить, и срушатся, потому что сделать что-то с ними в рамках законодательства крайне сложно и неэффективно экономически? Опять-таки, если мы будем говорить о Ростове конкретно, то если ослабить все ограничения по сносу, снесут все, что можно. Поэтому у нас проблема в том, что единственное, что мы сейчас можем сделать, это ставить как можно быстрее объекты, признавать их выявленным, чтобы их сохранили. Потому что другого способа сейчас их придать в какую-то функцию нет, потому что нет таких людей. Это первое, которые могут туда финансировать. Второе, множество приконов именно административных. Ну и третье, это все в рамках, если ОКН, это очень дорого, и с нашим Комитетом по охране, ну, скажем, мягко скажу, очень сложно кашу словить. Давайте так не переходим к прощениям, потому что времени недостаточно. Просто, Юрий Александрович Кирилыгин, вопрос. И мы перейдем у вас еще один доклад, у нас еще один доклад, поэтому давайте время остановить. Если было вечно о том, что надо сохранять, надо осуществлять право в применительную практику, потому что тот случай, когда люди устроили у себя ремонт в квартире, в Украине, не нарушая, ну, как и что, на экране, когда здесь получили за этот штраф 60 тысяч, на то, что восстановили, так же все сделали, ну, он... Вот люди оказываются заложниками очень жестоким, но люди так же больше ничего не делают, просто идти в другой области. Вот это подливает. Хаотическое применение строгости, да, оно... Юрий Александрович, я не вернулась. Да, да, да. А, Григорий, я прощу прощения. Ну, у меня суждение, не вопрос. Давайте над ним нашим тестям возможность. Мы занимаемся... А, мы расстроим по... Такими сложными штуками, как АКН, и все законодательство, нормативно регулирующее, запятительное, оно находится прямо перпендикулярно экономическим интересам. И у меня есть простой тезис, с которым мы работаем, который приводит к тому, что мы все-таки объекты культурного наследия восстанавливаем, и девелопер вкладывает туда деньги. Когда мы точечно пытаемся сохранить объект культурного наследия, ничего не получится. Мы должны превратить объект культурного наследия в объект недвижимости и превратить его в рыночную единицу оборота. И если мы ему придаем смысл экономический, то туда начинают приходить деньги. Прямо противоположно. И никакое законодательство, запретительное, не запретительное, нам не запрещает это сделать. Мы реализовали не один проект по стране, в том числе с огромным количеством объектов культурного наследия. В том же Иркутске мы сделали там 130-й, сейчас Сергей там бьется, Мэринку с Иркутскими кварталами, гораздо большая площадь. Там больше тысячи объектов культурного наследия, деревянного зодчества, и они оказываются экономически выгодными. Но только в том случае, когда ты делаешь как среду. Как только ты ведешь единичный объект, никому не интересно, лучше жить, построить там что-нибудь другое. И Петр Черненко из Калининграда тоже очень интересно с точки зрения исторического наследия города и с точки зрения практики. Нет, конечно, у нас не было. Это народ из Российской Федерации. Потому что у вас не народы Российской Федерации, и народы. Да, да, 73-й ФСР. Истутим, пожалуйста. У нас наследие народов Российской Федерации. Значит, по среде «Золотые слова», тем более, в 73-й ФСР прямо написано где-то там в тексте, что цель его сохранения объекта культурного наследия в его исторической среде. Тоже было много дискуссий. Мы говорили о том, наша служба охраны говорила о том, что нет у нас в законе такого понятия «среда». Мы говорили, что да, в законе нет, но есть ГОСТ, в котором все написано, что относится к среде, что не относится к среде. Это тоже документ на один. Про это много можно говорить. Но смысл, да, действительно, должна быть сохранена среда, в противном случае сам отдельно состоящий объект теряет смысл. Для этого, наверное, это выделяли в свое время устанавливаясь вот эта цельная историческая застройка как права к сохраненной среде неудавшейся. У меня вопрос есть для прояснения ситуации. Насколько я понял, у вас с той организацией, которая занимается охраной культурного наследия, отношениями в складываются, то есть они решают свои задачи, они обращают. То есть, кто без снижения, не спорвается, не спорвается вообще с модерей местного самоправления, которое это занимается. Это первый вопрос. И второй, значит, есть разные инструменты сохранения среды. В том числе, есть, ну, первое, это, конечно, зона охраны, проект зона охраны. Если проект зона охраны сделан так, что он действительно не учитывает, не учитывает, то общественность может как-то тоже подъехать, рассказать экспертизу проекта зона охраны, сертифицированному институту, и смотреть, что получится в результате экспертизы. Потому что, действительно, в принципе, установление зоны охраны не расписано. Все. С визуальными точками, с кемами, со всеми текущими созвездами. Это не устранено. Второй, свежепоявившийся, это за границами заководательства 73-го федерального закона, это правила загрязного зонезастройки. Вот. Там сейчас были поистриблены к архитектурно-городостроительному облику, то есть на карте представительного замерления выделяются зоны согласователя архитектурно-городостроительного облика, и для этих зон прописываются те параметры, которые вам нужны, чтобы сохранить вот эти зоны всегда вот. Только секс с вами должен поплыть вот эти пробки или 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 я можно отвечу по архитектурно-городостроительному облику в Ростове, потому что в большей степени относятся к разработке ПЗЗ, мы вот как-то этим профессионально постоянно занимаемся, да, в Ростове существует, то есть в Ростове принято действительно окончание ОООО, но они мною, по крайней мере, везде во всех выступлениях приводятся как антипример, потому что они содержат в себе крайне общие формулировки. Я могу протестировать вам при желании, может, найдут большую ссылку, но они содержат в себе формулировки дословно, что объекты, сооружаемые в исторической среде, а там зона выделена действительно по местам концентрации ОКН, исторической застройки и прочее. Эти объекты должны строиться в соответствии с композиционными архитектурно-художественными принципами, которые определены исторической застройкой и прочее, прочее. То есть очень общие формулировки, оставляющие колоссальную возможность для трактовки. Я поставил на фасад пламятину одну, все, исторический элемент, свойственная историческая архитектура, есть, все, прошел, обоу. Сделал фасад в исторической форме, не прошел, потому что мне понравилось, их не соответствует. Я это понимаю, почему я направился и все это перевел. По одной простой причине, потому что это проходило публичным слушателем и общественным обсуждением. То есть, в отличие от проекта зоны охраны, у общественности есть теоретическая возможность, перейти на тот текст, который прописан по согласованию архитектурно-художественного обрака. Если бы действительно такой, должно быть какое-то мотивированное обоснование, подано туда и посмотреть, согласен на этот я понимаю, но это все-таки теоретический конструктор. Практика градостроительного регулирования в Ростове, она, мягко говоря, отвечает. Здесь можно писать письма на 20 страницах и получить ответ нецелесообразие. Да, у меня было стойкое ощущение, что вы думаете, что как бы это так сказать, что тут все так просто решается. Вот мы написали и там многостраничные замечания и получаем ответ действительно односложный и наши замечания никуда не попадают. Поэтому этот проект объединенной зоны охраны он шел как корректировка. Корректировка предыдущего, который был представлен в 2019 году другой фирмой, подведомственной фирме комитета по охране. И в итоге мы с ним боролись, я лично с ним боролся два года и благодаря резонансу и помощи других общественников и градозащитников удалось просто его отменить. В итоге его подали на корректировку, но то, что откорректировали, оказалось меньше по территории. И, ну, то, что я перечислил, это откорректированный проект. И то, как его готовили в комбит, как это все происходило, тоже сейчас юридически идет вопрос, вопрос о том, чтобы, как ему сказать, не хуже ли будет, если мы сейчас отменим этот проект объединенной зоной охраны, вернется опять локальная зона охраны и часть территории попадут под каратэ в историческом центре. А для меня то, что те территории, которые выбирали, я боюсь, что это плачевно закончится для исторического центра. КРТ в историческом центре. Поэтому сейчас приходится выбирать, бороться с тем не очень хорошим, которое нам прилетело, на которое мы не смогли, скажем так, повлиять, чтобы это было действительно хорошо для исторической стройки, либо побороться и мы вернемся к ПДЗ, в котором формулировки вы видели. То есть вы видите формулировки на ну, ну, как любой человек читающий понимает, что они ничего не регулируют. Поэтому мы находимся в ситуации, скажем так, номинального присутствия неких регламентов, но по факту имеем то, что вы видите. Так что наша страна очень большая и прежде всего отличаются люди, которые ее населяют. Это в Калининграде Распроительный Совет транслируется напрямую в интернете, как мне вчера Алексей рассказывал, да, в прямом эфире, а в Ростове он не собирался с 2000 года из-за кабинных ограничений. До сих пор. Я прошу прощения, все устали, но у нас остался один и очень интересный спикер. океан, в Продолжение следует...